Девушки отдыхают Теперь аккуратно вернем обратно, пробормотал Микола, возвращая письмо. Егорыч! — громко выкрикнул Микола. — Ты что, уснул? А? Где? Кто уснул? Я? — испуганно вскочил почтальон. Да нет, я просто моргнул медленно, задумался. Ага, — ухмыльнулся Микола. — Ну, я так и подумал. Ну, бывай, говорю, пойду я. Ага, давай, Микола, — ответил сонный почтальон. И я далее поеду. Привет, кум! — проговорил с грустью Микола в трубку телефона. Не смог я к тебе пройти сегодня. Все, граница. Ой, как жалко-то расстроился, кум. И что теперь делать будем? Есть у меня один план, — таинственно произнес Микола. У тебя бочка есть? Есть, — ответил кум, пока еще недоумевает, что придумал его находчивый родич. В общем, завтра по полуночи будь на берегу возле бывшей переправы, — заговорщицкий сообщил Микола. Перекинем бронзбой, и я со своего берега буду напором тебе сырье перегонять. Понял? Ага, понял, — растерянно произнес кум, — ну ты даешь, Микола. А если... А, без если, — уверенно прервал кума Микола. Без если, — повторил и повесил трубку. Звук кум. Девушки отдыхают Сердце вот-вот выскочит Все тело трясется от страха Ох, ебушки-воробушки И приснится же такое Испуганно пробормотал Микола Приходя в чувство Все, пора заканчивать с этим делом А то, чего, гляди, и впрямь Еще пристрелят Хрен с ним, с хутором Жизнь дороже Три дня уже прошло С той ночи, как Миколе Приснился тревожный сон Микола хоть и Рисковый мужик был Но мнительный и суеверный Не решился он Переправлять нефть Таким откровенно сомнительным И явно незаконным путем Эх, эх, эх К тому же делу Это не поможет А раз так То решил он Что ни к чему Так люто рисковать С каждым днем Микола все отчетливее понимал Что вряд ли ему Удастся спасти хутор А тут вновь позвонили из банка И напомнили, что сроки выплаты кредита Со дня на день заканчиваются Пора долг погашать Иначе хутор на торги выставят Микола понимал Что ничего другого ему не остается Как смириться И признать то, что хутор Ему уже не спасти А почему Решил он добро свое нажитое Распродавать потихоньку Вспомнил Микола Как его бывший напарник По имени Степан С которым они на тепловозе Почитай 30 лет проработали Уговаривал его трактор продать У Миколы очень хороший трактор был Все в округе завидовали Решил Горемыко Позвонить односельчанину Да спросить Не передумал ли тот покупать Привет, Степан! Степа поприветствовал своего бывшего напарника Микола Ты трактор мой еще не передумал покупать? Привет, Микола Обрадовался встрече Степан Конечно, нет С удовольствием куплю Ты продавать надумал? Да, надумал С грустью ответил Микола Кстати, может тебе еще насос дизельный нужен? Стоит тут неподалеку Бесхозный А почему бы и нет? Радостно согласился Степан Вези И его куплю Хорошо, договорились Произнес Микола Сейчас до тебя в депо заеду Жди Жду Ответил Степан Так задумчиво Бормотал про себя Микола Нужно только двигатель на трактор Вернуть после ремонта Микола как раз Совсем недавно капитальный ремонт Двигателя провел За техникой Микола следил исправно Двигатель на трактор Не понял, удивленно воскликнул Микола А где электричество? Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Актор промотал Микола, ну, коли никому не нужен, значит, будет моим. КОНЕЦ Надо не забыть деду Кузьме новую покрышку для клумба завести, подумал Микола. КОНЕЦ Привет, дед Кузьма, поприветствовал Микола старичкам. У меня тут покрышка лишняя есть. Тебе, случайно, не нужна? КОНЕЦ Привет, Микола, ответил ему сторож. О, конечно, нужна, обрадовался дед Кузьма. Мою, представляешь, какие-то хулиганы недавно сожгли. КОНЕЦ Да ты что, с удивлением произнес Микола. Ребятня поди. Ага, ухмыльнулся дед. Наверное. Слухай, дед Кузьма, я слыхал, что ты тут с целой бандой расправился. Решил подбодрить и поддержать разговор Микола. Ага, горделиво ответил дед. Было дело. Разогнал всех. Бежали со всех ног, аж дым стоял. Ох, дед Кузьма, так уж со всех ног, иронично подмигнул Микола. Ну-ну, любитель дым приврать, однако. Скорее, Микола не приврать, то на разговоры сменился на серьезный, а чью-то задницу прикрыть и спасти. Ты о чем делаешь? Микола не скрывал деление. Да все о том же, Микола, все о том же, уверенно продолжал Слух. Ты что ж, думаешь, раз дедушка старенький, так и глупый? Я эту банду кукурузников, не меняя тембра в голосе, уверенно продолжал дед, а точнее кукурузника в единственном лице. Знаю еще с тех пор, когда тот по хутору без труселей наяриваешь. Да ты что? И кто это? Растерянно и слегка напуганно поинтересовался Микола. Не томи, дед, говори. Микола, уже рассерженно парировал дед Кузьма, ты дурака-то не валяй. Я сразу заметил, как ты суетиться стал, когда я тебе про трубу рассказал. А когда проснулся и увидал отверстие в трубе, то сразу все понял. Я, Микола, хоть и старый уже, но не глупый. Не зря же мы с твоим батькой-то во время войны в разведке служили. Дед Кузьма начал было оправдываться Миколой. Да молчи, резко осадил его дед Кузьма. Не надо ничего, говори. Выдавать тебя я не стал. Понимаю, что не со зла ты на это пошел. Уже с сознанием и даже с легким сочувствием продолжал дед. А потому и придумал эту историю про банду. Прости, дед Кузьма, опустив голову от стыда, произнес Микола. И спасибо тебе за то, что ты не выдал меня. А чего уж там, понимаю, в такую историю вляпался с этим банком. Эх, дед Кузьма, виноватый продолжал Микола. Клумбу твою тоже я спалил. Прости, знаю я, Микола, знаю. Немного ободряюще начал дед Кузьма. Видел я, как ты тут чудил. А потом, как пожарники приезжали, тушили пожар. Я в это время под яблонкой был. Ну, жду, справляю. Микола назидательно произнес дед. Послухай, старый мой, заканчивал бы ты с этим делом. Нефтепровод теперь возобновлен и под контролем. Ох, не ровем сейчас. Уже, он его произнес, Микола, уже закончил. Ну, поеду я дальше, немного увереннее, произнес Микола. Давай, Микола, провожай его, ответил дед. Зла на тебя не держу. Всего тебе хорошего. Спасибо, ответил Микола. И тебе. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...